А мы в какой ситуации живем? Мы живем в ситуации, в которой идет тотальное поражение всего пространства информационного, корыстной идеей. Видите, все телевидение поражено идеей что-то впихивать нам, реклама, завлечь наше внимание. Не сделать нас счастливыми, дать нам что-то, а взять от нас что-то. Видите, это настраивает на то же самое. То есть, если я смотрю такие фильмы, если я слушаю такие новости, передачи, то я что, настраиваюсь бескорыстно от этого? Нет, я тоже настраиваюсь так же. И вот это вот эгоистическое восприятие мира, это скрытая агрессия. Даже если человек говорит, проходите, пожалуйста, купите наши товары. Если он не заинтересован в том, чтобы человек получил счастье от того, что он это купит, а заинтересован просто продать товар. Как вы думаете, это агрессия или нет? Конечно, агрессия, просто она скрытая. И человек, если в таком ключе работает целый день, он, во-первых, настраивает всех вокруг себя на этот же ключ, а во-вторых, сам приходит домой и начинает ругаться, потому что он не понимает, как работает система, которая приносит счастье. С другой стороны, если человек хочет служить клиенту по-настоящему, тогда он не должен думать о продаже товара. Должен думать о том, чтобы клиент был счастлив, чтобы он получил информацию нужную. Может быть, он купит не у нас это все, как Бог даст. Может быть, у нас, может быть, нет. Но я ему скажу правду, что ему надо. Хочу узнать, понять. Да, люди это чувствуют. Они начинают верить такому человеку и хотят уже у него потом покупать все. Пусть даже похуже товар, но надежно, что без обмана. Без обмана. Но этот настрой непростой. Мне же надо товар продавать, иначе я без штанов останусь. А надо клиенту думать о людях. Оказывается, это всегда борьба такая идет. Эта борьба всегда у нас в жизни существует. Во всем. В любых отношениях. В семейных отношениях. В деловых отношениях. В отношениях с детьми, вроде бы, кажется, где там может быть эгоизм. У родителей сплошь и лязом только один эгоизм в отношениях с детьми. Нет никакого бескорыстия практически. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что, ну, это естественно для любого живого существа пытаться решать проблемы сначала по-простому. Не так, как надо решать на самом деле, а по-простому. Так, чтобы просто вот по-простому. Ну, допустим, человек поссорился с кем-то. Я поссорился, допустим, с кем-то. Какой самый простой способ? Давайте простые способы решить проблему. Перечисляю. Не, ну, я пришел домой. Да, вы правильно говорите, что это в данном случае, как бы, понятно, что он сам дурак. Но я говорю, вот, что мне делать с собой в данном случае? То есть, что я делаю? Ну, я что делаю? Я пью пиво, чтобы расслабиться, курю сигарету, смотрю телевизор, играю в компьютерные игры, вот, слушаю музон какой-нибудь. Ну, что-то, ну, делаю, может, на американские горки пойду прокачусь, чтобы как-то снять напряжение. Ну, то есть, я что делаю? Продолжаю идти, то есть, я не поворачиваюсь к проблеме, я просто иду вперед на месте. Купание слона, то есть, я искупался, потом в пыль, потому что мошки кусают. Ничего не поменялось в моем сердце, то есть, я не решил проблему в своем сердце, я просто пытаюсь от нее убежать. Это обычная схема решения вопросов в современном обществе. Люди просто пытаются снять напряжение с себя и все, они пытаются убежать от проблемы. 99% людей, приходя домой, включают телевизор. Причина, почему они включают телевизор, чтобы снять напряжение, другой причины нет. Смотреть там сейчас уже нечего. Кто-то смотрит, кто-то включает видео. Вот, и все фильмы, если взять все фильмы, передачи, они как построены, на каком принципе? На принципе снять напряжение, то есть, есть разные способы снятия напряжения. Допустим, если есть какой-то страх в жизни, тогда, когда человек расслабляется, когда он видит, что у кого-то больший страх, поэтому показывают вот этот вот Пит Брэд, там, ну, то есть, всякий вот этот бред. Ну, то есть, показывают, ну, вот этот, мертвые восстали, мертвые не потеют, там, многосередине, там, мертвые против живых и так далее. Ну, то есть, страшно, да? Страшно. И мы смотрим, и как-то легче становится, думаю, вроде бы все хорошо. Чисто на подсознательном уровне работает. Теперь, неудачная любовь. Надо посмотреть эротический фильм. Не хватает энергии любви. Посмотрел, получил вот этот контакт с энергией любви, успокоился. И так далее. То есть, если, допустим, постоянный сплетний, зависть, тогда надо смотреть дефектив. То есть, ситуация там такая странная, тяжелая, мы изучаем все. Потом раз кого-нибудь убили. Сначала убили, потом изучаем. Ну, то есть, все это предназначено только для одного, чтобы уйти от решения вопросов. И жизнь такая, она сравнивается в ведах с диким колодцем, поросшим травой. В древней культуре, в индийской, там одно нарушение от правильного поведения в отношениях с колодцами приводило к очень печальным последствиям. То есть, люди вырывали колодцы, а потом они за ними и следили. А так как там растительность очень бурная, то вот этот вот из травы, как это называется, настил, он зарастал, ну, колодец зарастал этим настилом. И получалось, вот человек идет и вообще, ну, то есть, просто трава, растет трава. То есть, иду по траве, гуляю, и дальше что происходит? Так как вот он не выдерживает тело человека, этот настил, человек туда падает в этот колодец, а там несколько метров глубины. И когда он упал, захлопывается трава. Звука нет никакого, то есть, звукоизоляция наступает полная. И выкарабцаться невозможно. Поэтому, когда человек живет вот такой жизнью, которая нацелена только на снятие напряжения, это сравнивается с пребыванием в колодце, поросшим травой. Полная безнадега. Полная безнадега. То есть, шансов нет исправить ситуацию. Потому что, если говорить о деятельности ложного эго, о чем мы говорили вчера, то, когда возникает конфликт, он сам собой не разрешается. Потому что два человека хотят наслаждаться друг другом, а это вызывает боль. И эта боль, она имеет природу нарастания. Поэтому я всегда задаю вопрос с точки зрения, говорит, если семейной жизни. У меня вопрос, который я уже задавал там девушке, а там сидела, не знаю, сейчас там сидит или нет? Нет уже. Ага, здесь так. Мы с вами продолжаем общение. Вопрос был такой. Бывает ли такое, что в семейной жизни все всегда хорошо? Никогда не портится отношение, все всегда хорошо. И ответ такой, не бывает. Не бывает. Потому что сама природа семейных отношений, близких отношений мужчины и женщины, это природа нарастающего эгоизма. Поэтому отношения сами по себе в семейной жизни всегда только портятся. Они сами по себе даже на одном уровне не остаются. Они только портятся всегда. И у всех. Такова природа отношений между мужчиной и женщиной. Она портится, отношения портятся. Так же, как зубы надо чистить каждый день, чтобы рот... Рот тоже, кстати, такая природа. Вот во рту постепенно накапливается запах плохой. Значит ли это, что рот плохой? Нет. Просто его надо чистить. Мы привыкли чистить зубы, но мы не чистим отношения. Мы просто думаем, наверное, мне не повезло, что ли, что-то непонятно, почему у меня так все хуже и хуже постепенно как-то с годами, с мужем или с женой. Может быть, мне не повезло. Люди чаще всего думают, что им не повезло, потому что в обществе существует такое правило. Вот этот ответ на вопрос девушки. Она говорила, а я знаю такие семьи, у которых все хорошо. Это работает правило просто. Знаете, какое правило? Показывать, что у нас все хорошо. И некоторые показывают так тщательно, так хорошо, что действительно кажется, что все хорошо. Но такого по сути не бывает. Потому что отношения же между мужчиной и женщиной это отношения эгоизма. И поэтому существует определенная схема, которая уже доказана психологами. Есть такая психолог Алешина, с русской фамилией, в Америке живет. Она изучила вот этот график семейных отношений. И он оказался буква В. Сначала года три отношения улучшаются, потому что люди наслаждаются друг другом. Так называемый медовый месяц или год. Отношения сначала улучшаются, потом начинают постепенно ухудшаться. Где-то 12 лет они ухудшаются. И где-то от 6 до 12 лет это как раз тот период, когда люди бросают друг другу. Потом 12 лет, где-то 12-14 лет идет самый низ. И в это время люди или принимают концепцию служить друг другу, или разрывают семью. Если люди не начинают просто служить друг другу и принимать друг друга как есть, то тогда буква В не поднимается вверх. Остается только одна половинка. Понимаете? Потом только начинает подниматься вверх, когда люди... Это может и не 6 лет, не 12 лет, а даже и за 3 года может все решиться. Что сначала отношения вверх пошли, потом они как-то чуть-чуть снизились, и потом пошли уже опять вверх. Это бывает только в тех семьях, где занимаются духовной практикой. Других вариантов нет. Потому что если мы зубы не чистим, значит тогда изо рта будет вонять. Точно так же отношения семейные, если мы их не чистим, они будут вонять обязательно. Без всяких вариантов. И люди, большинство людей думают, что мне не просто у меня не получилось, но на самом деле это всегда и у всех есть. Но то, что у меня не получилось, это у всех то же самое. Но мы говорили уже о статистике 80% разводов в России сейчас. 80% семей, которые... Вы согласны быть его женой? Ну да. А вы и я, все мы согласились. Обручальное кольцо. Там все играет. Гимны свадебные, одеваем кольца и пошли. 80% вероятности, что эта семья развалится в нашей стране. Да? А вот это как раз и означает хорошее развитие семейной жизни. Правильное развитие отношений. Сначала плохо, потом хорошо. Обычно это бывает тех людей, которые принимают друг друга на платформе одинаковых взглядов. Вот смотрите, как такие отношения развиваются. Люди чувствуют, что у них одинаковые взгляды. И они хотят быть вместе, но их не сильно тянет друг к другу. Они развивают отношения, им сначала тяжело, потому что они как-то в чем-то не совпадают. Они общаются, и где-то отношения развиваются где-то полгода, год. А потом только они женятся. И самый лучший вариант, что только после свадьбы они занимаются сексом уже. Это самый лучший вариант. Революционный, то, что я сказал, революционно. Вот подышите поглубже немножко. Расслабьтесь, подышите поглубже. Но то, что я сейчас сказал, это вот как раз классика, когда люди действительно получают хороший результат. И причем классическое представление о семейной жизни сейчас основано на философии сексопатологов. Их философия такая, что если палочка с колбочкой совместимы, значит тогда семейная жизнь будет хорошая. А если палочка с колбочкой несовместимы, значит плохая. Понимаете, да, о чем я говорю? Сексопатологи так считают. Это их как бы философия. И на самом деле надо знать такую вещь, что когда мужчина и женщина все-таки достигают внутренней гармонии друг с другом, половых расстройств не бывает. Они начинают чувствовать друг друга, глубоко понимать. И у них нет проблем с тем, чтобы друг под друга подстроиться. Нет проблем, понимаете? Человек это не кошки, не собаки. Человеку подстроиться не сложно, если он чувствует другого. А чувствовать другого можно только с помощью развития глубоких отношений. Все. Других вариантов нет. С другой стороны, когда палочки и колбочки сильно совпадают, сценарий один и тот же всегда. Людям не надо знакомиться друг с другом, изучать друг друга философию, понимание жизни. Им не надо этого. Они просто шпарят секс целыми днями и все. Но в лучшем случае ездят на Майами параллельно, если деньги есть. Ну, просто наслаждаются жизнью. Два-три года, а потом что происходит? А потом они устают друг от друга неизбежно. Невозможно сексом жарко заниматься всю жизнь. Невозможно. Надоедает. Все равно усталость наступает. И дальше что наступает? Надо жить вместе. Уже секс вызывает сильную привязанность до боли друг к другу. Люди привязываются до боли друг к другу. А разговаривать, общаться они могут друг к другу, потому что они развивали отношения на более высоких центрах. Если говорить астрологически, то обычно люди сходятся по мотивам на одном из центров. Если говорить о мотивах соединения семьи, то половые центры это очень грубые энергии. Это грубые энергии животных чувств. Самый низший мотив создания семьи это просто желание секса и все. И как люди находят друг другу с таким желанием секса? Как они создают семью? Находят они друг друга на дискотеках обычно. Там, где люди под соответствующую музыку крутят соответствующими местами. И понеслась. Да? Это следующий уровень более высокий. Так, самый низкий уровень отношений это секс. Люди познакомились. Для того, чтобы эти отношения строить, даже не надо, в общем-то, узнавать, как зовут. Секс это еще не повод для знакомства. Ну, то есть люди не понимают, что они после дискотеки пошли, как они называют, это даже не буду говорить. Вот, очень грубым словом. Вот. Они это сделали. Ну, да, правильно, вы поняли. Вот. Вот. И они понимают, что в этот момент через нижние центры, когда люди соединяются, у них возникает, как веды говорят, как веревкой соединяются сердца. Особенно, если им понравилось. Если не понравилось, то как бы и до свидания. А если понравилось, вот тут вот как проблемы возникают, потому что сердца соединяются, как веревкой. Очень плотно соединяются сердца и тянет человек к другому человеку. Ну, их притяжение, как бы наступает это притяжение, потому что очень сильное удовольствие. Оно подсаживается, человек, на него. Не только человек. Это удовольствие, это страшная сила вообще. Есть такой эксперимент классический, когда у крысы находит центр удовольствия и кнопочку перед ней ставят, с помощью которой она электрическими электродами этот центр возбуждает, нажимая на кнопочку. Крыса нажимает на кнопочку до смерти. Она нажимает кнопочку до тех пор, пока она не умирает от перевозбуждения головного мозга. Такой результат всегда бывает только один у крысы. Не думайте, что мы чем-то от этого отличаемся. То есть секс до последнего будет, до последнего вздоха. Ну, то есть люди просто мучают друг друга под конец, просто мучают. Они пытаются получить то же удовольствие, которое хотят получить, но ничего не получается в конце концов. Вот этот вид создания отношений, который сейчас и массируется во всем кинематографе, во всех книгах, это самый патовый вариант создания семьи. Самый патовый. Это страстная любовь. Которая, кстати, в классической литературе описана как несчастная всегда. Если страстная любовь, то всегда несчастная. Начиная с Пушкина, заканчивая Шекспиром. Всегда все один и тот же сценарий. Так, следующий вариант. Когда отношения начинаются на более высоких центрах, паховый центр, копчиковые это половые отношения, паховый центр означает самосохранение. Или то, что вы сказали, брак по расчету, то есть деньги. Не то, что он совсем по расчету, понимаете, просто так действует природа. Если у человека цель жизни не секс, а выше, допустим, он хочет состоятельным быть, то, естественно, возникает любовь именно на основе. Вот человек даже чувствует красоту вот таким образом. Он видит красота, если состоятельность, значит красивая, несостоятельность, значит некрасивая. Девушка тоже так чувствует мужчину, если он как бы с достатком, он ей нравится, без достатка не нравится. Они сходятся вот на этом уровне. И дальше отношения развиваются чуть получше. То есть как они развиваются? Они пытаются оценить возможности друг друга устойчиво жить. То есть они оценивают друг друга, прицениваются, общаются с целью понять, насколько человек устойчив в жизни. Когда они чувствуют защиту в своих интересах друг друга, они женятся. Секс уже стоит на втором месте здесь. Естественно, он важен для них тоже, очень важен, потому что нижние центры, но уже на втором месте. Часто в таких семьях для женщины больше важен секс, чем для мужчины. Потому что паховый центр – это женский половой центр. У женщины всегда самое половое чувство сильно связано с достатком. Если нет достатка и комфорта, то женщине очень трудно расслабиться и быть счастливой в этой ситуации. В таких семьях то же самое. Они очень сильно устремлены на отношения, когда они ставят материальные цели и достигают их. Но вот печальный результат наступает тогда, когда материальная цель достигнута. Ну купили квартиру, ну машина уже есть, что дальше? А дальше надо общаться же друг с другом, а общаться они не могут. Потому что нижние центры не предусматривают отношения какие-то более глубокие. Они просто означают, что мы вместе достигаем каких-то материальных целей и все. Даже плюс пускай они достигнуты, достигнуты или не достигнуты. Просто приходит время, надо разговаривать, начинать друг с другом серьезно. Это невозможно. Возможно, конечно, возможно. И даже на уровне полового влечения вот этого, когда семьи создаются, все равно все можно исправить. Можно наладить отношения. Это называется внутренняя жизнь. Просто чем ниже мотивы при создании семьи, тем тяжелее гармонизировать отношения в будущем. Но это возможно. Все равно это возможно. Дальше следующий мотив – это влияние, власть на уровне солнечного сплетения. Отношения создаются. Это уже не… Если, допустим, обычно отношения на уровне пахового центра строятся на работе, так называемый служебный романс, на работе строятся, то отношения на уровне власти и влияния строятся уже в элитном обществе каком-то. Это какие-то элитные рестораны, какие-то красивые места и так далее, где вот люди так себя ведут. Они одевают соответствующие одежды, в которых они понты кидают друг перед другом. То есть показывают свое влияние, влиятельность показывают. И соответственная речь у них такая же, соответствующие манеры, поведение, цель. Вот найти себе тоже влиятельного человека. Два влиятельных человека должны встретиться. Более высокий уровень создания семьи. Потому что когда люди на этом уровне создают отношения, им надо быть уже… Вести себя правильно, общаться правильно. Надо уже как-то в обществе выглядеть порядочно, понимаете? Ну то есть уже какие-то правила, нормы поведения уже возникают. Какая-то культура отношений. И здесь уже, естественно, отношения становятся более стойкими, потому что они основываются на чувстве престижа. Людям стыдно разрушать семью, потому что это повлияет на репутацию. Отношения дольше строятся, дольше длятся. И какой-то хороший более-менее результат уже имеют. Следующий вид отношений – это отношения, основанные на нравственной культуре. Эти отношения создают естественные стойкие отношения в семье. Отношения, основанные на нравственной культуре – это когда люди имеют одну культуру и одну нравственность, имеют хорошее воспитание, и они строят отношения, соединяя друг с другом, друг друга на основе советов старших и на основе понимания, что этот человек имеет правильное воспитание. То есть их обычно знакомят, таких людей, или они знакомятся с рекомендациями как-то. То есть эти отношения уже помогают создавать. Для таких отношений уже люди должны вращаться в какой-то среде. Понимаете, что такое культура? Вот мы в культурной среде сейчас живем или нет? Знаете, что такое культура? Культура, когда есть сообщество людей, имеющих очень близкие отношения друг с другом. Это означает культура. Культура настоящая может быть только в религиозной среде. Когда люди имеют общество людей, они собираются на какие-то духовные беседы, у них есть наставники, есть близкие люди, которые верят в Бога как-то. Понимаете, создается такое сообщество людей, в которых они чувствуют защиту друг от друга. Но просто ходить на работу и вместе работать не подразумевает такую культуру. То есть люди, когда вместе просто работают, это не означает, что у них близкие какие-то серьезные отношения. Есть три типа дружбы. Есть дружба, самая нестойкая дружба, это дружба, в которой мы вместе отдыхаем, ездим на отдых. Просто на праздники собираемся. Это самая нестойкая дружба. Она быстро разрушается. Буквально какой-то один несчастный случай, и человек уже не может отношения с этим строить. Потому что эта дружба основана над тем, что мы наслаждаемся друг другом. Если человек в горе, им можно наслаждаться. Нет? Нет, до свидания. Вот следующий вид дружбы, более стойкий, это дружба, основанная на каких-то деловых отношениях. Этот вид дружбы более стойкую природу имеет, потому что люди зависят друг от друга уже конкретно в делах. Они друг без друга не могут уже жить, потому что у них есть связь в делах сильная. Более стойкий вид дружбы, но несердечный. Дальше есть дружба, связанная с верой. Эта дружба, она самая стойкая, и при этом внешне она кажется не слишком близкой. Люди просто уважают друг друга за то, что они вот одинаковым путем идут. Но есть еще другой вид дружбы, самый сильный, это сердечная дружба. Сердечная дружба имеет духовную природу. Простые люди не могут дружить сердечной дружбой, потому что она основана на бескорыстии. Бескорыстие надо же еще научиться так себя вести бескорыстно, потому что люди в основном на уровне симпатии дружат. Они дружат, потому что их просто тянет друг к другу, и они чувствуют часть друг от друга. Дружба, совместимость какая-то дает им возможность дружить. Это не стойкая дружба. Когда у человека горе, то тот, кто чувствует совместимость, он обычно до свидания. Но вот именно духовная дружба, она очень стойкая. Она дает, если люди соратники духовные, они вместе одной дорогой духовной идут, они очень сильно защищают друг друга в жизни, спасают, помогают, заботятся и так далее. Сейчас это малодоступная вещь для многих людей. В основном люди дружат друг с другом, потому что сердце откликается, и они как бы чувствуют какое-то счастье в отношении. Это не стойкая дружба. Обычно это проверяется, когда наступает беда. Большинство друзей бросают человека в беде. Вот кто не бросил, там уже, значит, какие-то чувства более сильные, затронутые, более возвышенные в отношении. У кого недавно была беда, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал? Но кто бросил, вы сейчас с ними будете дружить? А кто остался? Не думала? Ну, значит, не такая сильная беда, моя хорошая. У кого сильная беда была, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал. Вот, хорошо, мы с вами нашли общий язык. А кто-то остался? Вы поняли? Вот те, кто остался, они обычно дружат очень скромно. Так ведь? Не сильно рисуются в дружбе. Они остались, и вы теперь поняли, да? Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот это значит, настоящий верный друг. Ну, в песне уже все сказано. Ну, а почему они не выдержатся? Потому что они же наслаждаться тобой хотят. Поэтому не выдержат. Итак, вот эти отношения, основанные на сердце, сердечные отношения, это нравственные отношения в семье, они создаются таким образом, что люди сначала общаются. И во время общения сердце настраивается на сердце. Это яд. Сначала идет яд. Тяжело. А потом будет нектар уже. Когда они настроились друг на друга, им уже будет легче жить. Но такие отношения создаются медленно. В них нет преобладания половой силы. И большинство людей не верят в такие отношения. Они боятся говорить, ну мы как-то, похоже, дружим, что ли, друг с другом. У нас как бы нет любви, они говорят. У нас какая-то дружба. Они хотят страсти, люди. Чаще всего люди хотят, чтобы... Я хочу, чтобы у меня вот в отношениях вот... Вот. Ну, значит, тогда, получив аж из гранат. Не хочешь нормального человека, значит, будешь Санта-Барбару смотреть всю жизнь. Есть еще более высокие типы отношений в любви. Это уже на уровне горлового центра. Это такие отношения уже, в которых люди объединяются на основе каких-то высоких чувств духовных. Это уже малодоступно. Я даже не буду перечислять дальше ничего. Но только уже на уровне сердечного центра люди могут в следующей жизни рассчитывать, что они будут вместе. До этого, по факту, у них нет отношений. И поэтому тема сегодняшнего, той беседы, которую я хочу сейчас с вами провести, я хочу вам объяснить, что пока у многих, большинства из нас, ничего не было. Ничего не было. Вот я сейчас просто, закройте глазки, глазки закройте, вспомните близкого человека. Ну, своего близкого человека вспомните. Повспоминайте его так, повспоминайте. И сейчас я вам... Ну, можно открыть глаза. И сейчас я вам расскажу результаты теста. Вот смотрите, если вы просто думали об отношениях и о своих обидах, у вас нет отношений вообще. Сердце блокированного будет. Вы остановите отношения только на чувстве взаимного ощущения наслаждения. Это не значит, что между вами нет родственных отношений никаких. Это отношения привязанности просто и все. Нет никакой любви, есть просто желание наслаждаться. Дальше второй вариант. Чуть получше. Закрыла глаза, ничего не почувствовала вообще. Не вспоминается. Холод, холодные отношения. Отношения нейтральные. Они не такие, от них нет больших страданий. Ну, и пользы нет никакой. Гражданский брак. Классика жанра. Ну, то есть просто живем вместе и все. Ничего нет. Между нами ничего нет. Хотя мы живем, обнимаемся, целуемся. Телесные отношения есть, сердечных отношений нет. Все. Означает, нет семьи. Это просто самообман. И все. И, естественно, хотеть при этом какого-то развития отношений, это начинать, значит, заново эти отношения, по факту. В своем сердце начинать их. И дальше третий вариант. При вспоминании чувство чистоты какой-то, светлое чувство от человека. Светлое чувство. Причем интересно знать, что это светлое чувство Бог нам уже показывает в самом начале отношений. Когда вот люди только смотрят друг на друга. Я не говорю про дискотеку. Там они даже особо и не смотрят. Ну, когда при более высоких отношениях, даже пусть это там по расчету брак, как говорят, это не расчет на самом деле. Это тоже, если по расчету совсем уже, то это совсем уже цинизм. Обычно люди просто склонны побогаче себе найти. Им так нравятся такие люди. Это тоже влюбленность. Но она вот такого характера просто в соответствии с развитием человека. Но, однако же, если человек влюбляется, и именно вот это чувство возникает, симпатии, то первое ощущение — это чистоты, которая исходит от человека. Чистоты. Это самое первое чувство, которое возникает. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Чувствуете, да, откуда идет волна? Ну, то есть, это чувство очень светлое. Это чувство ощущения души. Ты чувствуешь душу в другом человеке. И это ощущение дается Богом. Он дается Богом для того, чтобы мы запомнили. Я у одного православного священника читал высказание. Он консультировал и сказал, очень просто наладить отношения. Просто вспомните то чувство, которое возникло между вами в самом начале отношений, и никогда его не забывайте. Чувствуйте человека таким, каким его видели в первый раз. Первое ощущение от человека. Почему вы решили с ним быть вместе? Вот это чувство первое, оно является божественным, имеет божественную природу. Его надо сохранять, пытаться в сердце культивировать. Как это делать? Это называется внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Ты приходишь домой, не телевизор включаешь, не радио, не книжку садишься читать, а просто садишься перед изображением святого человека. И начинаешь, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. И начинаешь думать о святости, о чистоте. И когда ты установил вот эти отношения с святым человеком, то тогда ты свое сердечко открыл к внутренней жизни. Потому что если ты не тупо смотришь на изображение святого человека и ничего не чувствуешь от него, значит твое сердце в панцире находится. Надо хотя бы поплакать чуть-чуть, чтобы это произошло. Или священное писание почитать, что панцирь растаял. Жизнь святых хорошо читать, а жизни святых, они это растопляет панцирь. Надо почувствовать чувство вот этой чистоты, которая исходит от святого человека. Если это чувство возникло, дальше, следующий шаг. Если вы хотите установить отношения с близким человеком, сердечные отношения, которые вечную природу имеют, тогда нужно начать сначала просить прощения и прощать близкого человека. Потому что там в сердце, если заглянуть, много боли. Стучится сердце, стучится к близкому человеку. Оно закрыто. И то закрыто, и это закрыто. И почему мы ругаемся, как вы думаете? Мы ругаемся, потому что мы обнаруживаем, что сердце то близкого человека ко мне закрыто. И поэтому мы ругаемся, в отчаянии бьемся, туда кричим. Ты меня не любишь, ты меня не понимаешь, почему ты меня не понимаешь? И когда мы это делаем, мы сами не понимаем, что мы сами точно так же относимся. мы требуем любви вот это вот понимание но сами мы ничего не понимаем близко мы не знаем его потребность ничего мы просто хотим чтобы он мне давал то что я хочу и все тупо это не любовь скандалы это не любовь первый этап любви знаете какой когда люди принимают близкого человека таким какой он есть самый первый этап любви и принимают причем не тогда когда наслаждаются друг другом а тогда когда наслаждение закончил вот это самый первый этап любви принять человека очень трудно и скажет так это невозможно ли иначе невозможно значит не было внутренней жизни потому что внутренняя жизнь дает возможность стучать понимаете это как раз другая жизнь не та в которой мы просто не могу я с ним и все значит ты не пробовал сердечко у тебя закрыто ты не умеешь сердцем трудиться над сердечный труд на перенимается от святого человека потому что святой человек это его квалификация трудиться сердцем у него сердце открыто для всех пожалуйста хочешь прими его какой святой человек меня спрашивает какой святой человек какая вера ваша вера одна женщина ко мне подошла по он даже питере и спрашивает олег геннаджи какую веру мне принять я говорю вашу она а тогда понятно пошла ваша горько каждый человек чувствует что ему надо ну кого-то конечно нет веры надо искать но большинство людей чувствует ко мне уверен зачем что-то менять святого человека надо искать своей вере святой это тот кто откликается в сердце должна быть связь какой-то отклик должен и когда человек вот эту святость чистоту почувствовал святом человеке дальше это включатель это включатель на внутреннюю жизнь дальше можно уже настраиваться на своего близкого человека и сразу вспомнится обиды сердце когда настраивается на контакт с близким человеком первый эффект это боль и даже просто не хочется это делать первый эффект это боль как ни одна девушка говорила я говорит повторяю я желаю всем счастья желаю всем счастья им я прям все готова любить вот вот прямо вот все для меня как родные становятся в этом зале но потом постепенно я вспоминаю своих близких и я желаю всем счастья только не тебе первый контакт сердца с близким человеком вызывает боль и дальше надо как бы продолжать надо прощать сначала когда человек простил потом начинать чувствовать свою вину просить прощение это длится несколько месяцев вот такая практика очень тяжелая на подъем но когда человек начал это делать она его завлекает почему потому что она дает новые горизонты жизни но когда человек хоть раз пробился в сердце близкого человека с этого момента устанавливается другой зрительный контакт хотя бы один человек в сердце другого пробился неважно тот пробивался или нет во взгляде между ними появляется новое чувство чувство что как будто я первый раз вижу этого человек я начал чувствовать его другим таким какой он весь на самом деле не то что я хотел от него увидеть от таким какой он есть на самом деле а человек совсем другой люди обычно подстраиваются друг одна друга подруга они такие какие есть вот в отношениях они другие и нам хочется видеть именно того кто с нами играет них мы не хотим самому личность видеть нам и на неинтересно нам интересен тот кто играет с нами понимаете вот в этом проблемы но когда человек начинается на сердце настраиваться начинает чувствовать человека который с ним живет душу и это революция сначала это не то что какой-то чужой плохое ощущение нет традиционное ощущение она необычная потому что душа то гораздо лучше чем то что с нами играется в цирк цирк заканчивается начинается отношение когда человек уже прощение попросил и простил вот сердечный контакт установился тогда причины нежелание принимать советы отсутствуют до свидания все эти причины потому что вы будете советовать на нужной волне человеку и когда вы его советы будете слушать вы также примите нужную волну даже одному человеку достаточно на сердце настроиться другого и начинаются отношения первая стадия любви первый этап любви это принятие человек потом идет следующий этап любви уважение когда человека принимают дальше все больше раскрывается в нем хорошие качества не тех хороших качеств которые я ждал в нем и не дождусь никогда в жизни кстати почему потому что то что мы ждали от человека это мыльный пузырь люди все рисуются друг перед другом с целью этот мыльный пузырь показать но на самом деле особенно когда знакомства по интернет идут это вообще просто просто скандал люди так сильно рисуются друг перед другом что когда они друг друга видят и мы сразу разбегаются в разные стороны нас есть фестиваль благости иногда люди у нас большая группа в контактах 170 лишним тысяч человек законы счастливой жизни называется группа сайте у нас и они знакомятся иногда друг с другом знакомятся приезжают на фестиваль и уже видят друг друга и много раз так было не просто в ужасе даже не хотят общаться после просто этот мыльный пузырь лопается понимаете то есть они видят что что-то другое совсем не то что я это имел ввиду не то что имелось ввиду точно так же происходит при совместной жизни мыльный пузырь в какой-то момент раз и лопнул но есть у человека для чего с ним можно жить потому что душа это красивая штука веды говорят что душа на самом деле сует сияет как солнце своей красотой и душу в близком человеке если мы раскрываем то тогда он и становится таким человек начинает вести себя как душа уже не как обормот какой-нибудь а как душа понимать когда мы что мы видим близком человеке таким он и становится не имеет значения вот например у довженко был такой метод он он хоть и был коммунистом но он применил вот этот метод души понимаете то есть он просто собирал людей которые пьяниц таких отпетых и он с ними просто под по душе разговаривал мне будут не у меня выпивки а просто по душам а жизни там обо всем разговаривал с ними и и вот они общались потом работали вместе два фактора которые он применил труд вместе облагораживает отношения и общение которое не привязано никаким интересам все поднимите рук то курить гашиш подня хорошо поднимите руку кто не курит больших гашиш все не курят гашиш все курят гашиш почти все не курят но кто-то не поднял руку может забыл в основном все не курят гашиш куда не пойдешь везде курит гашиш ну вот я курю гашиш или нет а я уже все я уже к это списан да по возрасту да да здесь другая аудитория так 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 интересно интересно здесь другая аудитория так и и есть на улице темных мест где курит гашиш ну-ка ну-ка где вот женщина с которой общаюсь очень ценный разговор мы дворовые герои не боимся никого всегда конечно трое долеем одного помните этот ну погоди волк там шел в сам первой серии такой пузо вперед такой там эти бобры проезжали милиционер забрали вам такие нравится нет запомните что женщина она может выглядеть очень красивой интеллигентной деликатной и все качества божественная вся природа может быть вправлено наружи но в зависимости от ее взглядов на жизнь она будет встречать себе с того слоя общества которым она принадлежит поэтому общение человека определяет его семейную жизнь вас не проблема встретить человека ваша проблема очистить свое существование сейчас понятно потому что вот те люди которые сюда пришли именно из таких людей надо выбирать все в жизни и они будут выбираться нравятся такие люди будут когда у вас более чистое восприятие мира будет свое внутрь выбор сделан ничего страшного нормально меняйте свое свое внутреннее восприятие учитесь видеть душу в человеке у наркомана есть душа нет он светлый человек душа светлая не усеет как солнце меня не волнует что он считает меня интересует ваше мнение у нее есть душа или нет она сияет как солнце внутри в трезвом состоянии тогда сияет вот Довженко он ему все равно было какие они были они просто с ними общался и все он их не в них верил и они ему начинали верить вера это духовное чувство и так же духовная сила вот я верю что у вас все будет хорошо в семье вам легче стало сейчас сейчас прямо легче стало перевали я верю что у вас все будет хорошо в вашей личной жизни видите я это основывал на своей духовной силе не на не на не на логике никакой а просто я пытался увидеть душу у вас сейчас и когда я увидел эту душу я у меня и появилось чувство сказать вам это вы душа такая спокойно тихая любите одной побыть какое-то время ну я говорю про душу вас они про ваше поведение вам нравится побыть одной как-то вы сами себя не знаете даже есть душа активно есть такие спокойные вы спокойно душа вообще все не знаете даже ведь вам надо внутрь не жизнью заняться немножечко хорошо и так душа имеет свою природу надо ее изучать надо садиться перед цветы молитву читать надо себя хотя бы узнать для начала и то что других людей когда человек духовное чувство испытывает тогда он начинает у нее появляется сила менять отношения менять судьбу сила в голову появляется он может реально с близким человеком по-другому начать разговаривать другие слова другие отношения не очень сильно приближают такая речь такие слова понимаете для этого нужно на другую платформу встать потому что наша платформа какая мы выясняем отношения выяснять означает давай делай как я хочу я буду делать как ты хочешь это договоренность такая внешние отношения не имеют толку не продержишься долго и так отсутствие внутренней жизни не дает возможность принимать советы советовать и это также не дает понимание как прояснять отношения отношений смотрите схема прояснения отношений у нас нет отношений я стою на одном а ты на другом да и так далее вот как отношения прояснять не надо в это время ни о чем говорить это бесполезное занятие отношения проясняются через сердце сначала сердечный контакт надо установить сердечный контакт установлен отношения проясняются я приведу вам пример допустим кто считает что я хороший человек поднимите вы же меня не видели никогда в жизни к чего вы поднимаете руку откуда вы знаете просто вы слушаете лекции да вы слушаете лекции и чувствуете мое сердце меня как как будто вы меня знает то есть вы чувствуете меня от сердца просто но вы не знаете что этом вытворяю в клинике там как себя веду там на работе дома вы не знаете ничего этого но понимаете я хороший человек вы считаете вот те кто подняли руки я посмотрел внимательно вижу тоже считаю вас хорошими людьми потому что правда я чувствую этот контакт тоже не то что вы только его чувствуете а тоже его чувствую этот контакт это называется правильное отношение правильные отношения не зависят от того что человек делает это его действие эти веды объясняют это просто влияние судьбы просто человека напрягает судьба он иногда делает так иногда сяк но в целом если люди по сердцу сердечно настроены друг на друга правильно то тогда они способны вместе побеждать судьбу и меняется жизнь людей в результате этого сердечного контакта который основан на правильном слушании слушание с верой слушание голоса сердца и в сирии с семейных отношениях это труднее сделать лекции слушать легче установить сердечный контакт семейной жизни труднее потому что мы не то слушаем каждый день от своего близкого человека у нас разрушаются отношения в результате влияния эгоизма друг на друга но если вы начнете в сердце делать то же самое что во время слушания лекций просто сердечный контакт устанавливать человеком то вы увидите как поменяется ваша жизнь и так же отношения потом начнут меняться первое что вы почувствуете что вы не реагируете уже так сильно на боль которая возникает в результате грубости близкого человека для вас это уже не так болезненно будет сердечный контакт установлен легче жить сразу в отношениях сразу легче поднимите руку кто это уже почувствует эти уже многие знают что это такое то есть тактика прояснение отношений сначала сердечный контакт а потом дальше есть определенные правила первое правило женщинам не надо говорить эмоционально без всяких эмоций эмоции как можно меньше эмоции закрывают сердце мужчин он боится эмоций прояснение отношений говорит надо очень сдержанно эмоционально спокойно такое чувство как будто бы ты говоришь м м м м м ну то есть самой себе обычно как человек говорит саму себе спокойно знает что я услышу сам себя нет проблем надо говорить спокойно просто спокойно и будет чувство такое создаваться что как будто бесполезно так до него сейчас застучаться вообще невозможно потому что человек когда он услышал то это все улетело внутрь когда человек действительно услышал тебя то это все улетело внутрь и такое ощущение как будто ты в пустоту сказал поэтому ждем реакции надо эмоции давать чтоб реакции дождаться не надо ждать реакции просто говорите очень спокойно все должно уйти внутрь и такое ощущение как будто в пропасть сказал потому что сердце далеко оно спрятано там внутри должно уйти туда в сердце бушует все внутри ну давайте давайте рассуждайте сами ну ну да сначала внутренняя жизнь потом беседы просто остыть невозможно потому что контакт же идет отрицательный даже иногда невозможно иногда надо уколоть чуть-чуть хотя бы а потом остынешь уже полегче становится слава но потом надо раскаиваться сначала неправильно поступила извиниться потом дальше молитва остывания установление сердечных отношений а потом беседы непритязательно лучше всего когда муж поел после ты он самый спокойный доступный поел и надо в это время так спокойно с ним беседовать ненавязчиво самое лучшее это когда женщина говорит мужчине про свои проблемы она говорит у меня есть одна проблема я не могу привыкнуть когда ты приходишь домой и в грязные обуви идешь на кухню не могу привыкнуть помоги мне пожалуйста объясни мне как как мне внутренне настроиться чтобы я не реагировала на это что вы ему сказали в это время на самом деле вы ему сказали не ходи на кухню в грязные обуви но сказали по-другому вы как это сказали дали ему возможность самому принять такое решение не навязчиво то есть вы сказали о том что вас беспокоит а не о том что он должен сделать и вот такая беседа это сердечная беседа на самом деле сердечная беседа очень труднодостижима потому что когда человеку больно ему хочется сказать о нем когда человеку больно разум благости неath прорезать и он остается и любит это чуть-чуть это нормально это так действует природа просто ничего с этим не сделаешь но если вы хотите чтоб он понял вот когда вы колите он не понят не поймет точно но если вы хотите чтоб он понял тогда надо вам кажется ну это же элементарно не ходить на кухню грязную будет коню понятно что так надо жить из-за этого тоже проблема потому что женщины они им кажется очевидны многие вещи которые мужчинам трудно понять как вы думаете что мужчина не понимает что не надо ходить на кухню грязной обуви понимает теперь вопрос почему же он все-таки идет в обуви на кухне потому что да потому что он устал с работы пришел ему жрать сильно хочется и он быстрее хочет посмотреть есть что-то в холодильнике или нет а потом уже все остальное понимаете ну как пример просто как психика у мужчины работает в это время но если он почувствовал вашу любовь вот эту вашу боль то он вспомнит в этот момент когда он шаг сделал то он вспомнит и он все-таки снимет ботинки для того чтобы вас не беспокоить понимаете да идея но идея заключается в том что прояснение отношений нужно проводить и мужчине и женщине мужчине над демагогию читать женщине вообще то есть не надо мужчин не должен ей рассуждать с позиции философии вообще объяснять доказывать почему это так женщине нужно ничего доказывать потому что она все принимает сердцем или не принимает сердце женщине нужно объяснить просто просто объяснить чисто что у меня есть одна трудность одна понимаешь трудность заключается в том что я очень устаю когда прихожу с работы очень устаю и мне очень трудно в это время уделять тебе максимум внимания я понимаю что ты меня ждала когда я приду с работы и ждала что я тебя обниму поцелую и буду очень ласковым с тобой я это понимаю прекрасно но мне очень трудно это сделать потому что я очень устаю с работой и мне нужно какое-то время что просто под душ встать отдохнуть а потом уже я смогу тебе уделить внимание ну то есть надо говорить о своих чувствах мужчина но когда мужчина устает и жена как бы его третирует еще смотрите картина такая мужчина устал и с работы приходит он смотрит на жену там говорит слушай дачу пожрать так устал она ждала от него чувств в это время и она фыркает такая ну как бы чувствует боль что он как бы на нее не обращать внимание она братья только жратва от меня нужно я тебе не нужна вообще чувствую и а он как это воспринимает что он устал и так с работы пришел она еще ему пистоны подливает ну то есть идея в чем заключается в том что он воспринимает это как как беспредел просто как беспредел и он начинает ругаться а там почему и потому что ему и так тяжело как бы он еще она такая беспредельница еще еще им под ребро подсунула не понимает меня то есть видите это не работает система потому что мы и так друг друга не понимаем есть такой анекдот человек стоит в очереди и как бы говорит чё продают шуршики думаю блин чё за шуршики стоит 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 всех спрашивать шуршики потом купил смотрит правда шуршики пошел домой вот эти анекдоты в темы в том что мы как бы через пять лет совместной жизни обнаруживаем что мы точно друг друга не знаем что сердца у нас далеко друг от друга стоит это надо прожить какое-то время чтобы обнаружить что это так чудо возникает понимаете вот это чудо что нет у нас никаких отношений на самом деле почему мы кричим то друг на друга потому что нет связи вот жена не чувствует что муж устал ей надо просто подавай ласку в этот момент потому что он пришел домой она не понимает что надо его сначала раздеть в душ отправить чтобы он расслабился накормить а потом он сам уже эту ласку даст а если с него требовать ласку то тогда тем более она пропадает даже естественно вещь ты сейчас кого-нибудь попрошу улыбайтесь мне сможете улыбаться нет какое-то время если пять раз попрошу вас уже тяжело будет а если всю жизнь просить так и с ума сойдет даже естественно вещь то есть мужчина наелся расслабился и он естественно же не улыбается кому ему еще улыбаться естественно и улыбается но когда женщина ждет улыбки то какой результат прямо противоположно возникает так видите надо подавлять себе это чувство желание любви от близкого человек надо уничтожать убирать его она замечет она преодолевает с помощью внутренней жизни чем меньше внутренней жизни тем больше потребности внешне у человека тем больше внутренней жизни тем меньше внешних потребность больше возможно служить отдавать уже человеку себя и соответственно счастье больше в отношениях постепенно не сразу там действует как айсберг ты отдаешь человеку как бездомный колодец отдаешь отдаешь служишь радуешься ему а он такой как типа так и должно быть и никакой реакции никакого ответа понимаете это длится около года а то и два вот такой вот это сравнивается с айсбергом который тает снизу и в сверху он такой же все такой же но тает он снизу и в какой-то момент что происходит он переворачивается и как этот переворот происходит обычно одинаково когда вы уже отдавали настолько много что вы уже устаете от этого вас какой-то отчаяния возникает вы уже так не хотите близкие отношения строить и просто по-доброму говорите ты знаешь наверное я не смогу дальше тебе вот так верно служить потому что не чувствую я ответа и так просто как бы не можете уже все и он начинает потом говорит на самом деле самый лучший человек для меня моей жизни и они когда те этого не говорил но ты такой человек удивительный я таких людей никогда в жизни встречал я просто пользовался твоей вот этой вот добротой но не хотел как бы подавать виду а потом постепенно человек начинает служить уже сам мать айсберг первое переворачивай самый критический момент отношений это нормально но надо заслужить как одна женщина мне сказала записку написала что я отстранилась от мужа как вы сказали олег геннадьевич он тоже слушает мои лекции и он мне позвонил сказал слушай отстранись еще на неделю не так без тебя хорошо поживи неделю еще у мамы это значит тот кого отстраняться то должен был она его достала уехала тем более чем уехал на неделю к маме он отдыхает лучше стало надо служить человеку чтобы воспитывать человека надо сначала вложить него энергию любви они нервы ему мотать потом отстраняться не работает система таким образом итак прояснение отношений происходит с помощью спокойного голоса не без рассуждений у мужчины без эмоций у женщин просто донесение состояния внутреннего и его надо воспринимать свое состояние как свои проблемы объяснять свои проблемы даже если человек скажет ну да правильно твои проблемы я согласна все равно в сердце у него останется хорошее чувство следующий этап какой продолжать в этом направлении двигаться потому что сразу результата не будет у нас сердцах камень друг другу мы его не достучимся сразу нужно продолжать и обычно в какой-то момент уже на уровне чисто поведенческим близкий человек начинает все-таки делать так как надо хотя до конца он все равно еще не понимает что это важно но просто чисто чтобы он уже услышал и он чисто чтоб не беспокоить делать тоже как надо но другие способы даже услышать не дают возможности теперь я хочу вам сказать о том что для того чтобы вообще как-то развиться в отношениях для этого нужно пройти с 3 стадии обычно люди находятся все вот которые просто смотрят кино но приходят с работы смотрят кино пьют пиво и ложатся спал ложатся спать и все люди находятся на уровне безразличия друг другу они просто наслаждаются друг другом и им все равно в сердце с кем я живу по факту они привязаны друг другу они ждут ласки любви но если посмотреть сердце глубоко в нем безразличны обычно такие люди не не создают стойких отношений в виде клятвы они не венчаются не расписываются они обычно делают гражданский брак и объясняют это очень просто они говорят мы же друг другу доверяем чё нам идти туда в загс перед выпендриваться перед там кем-то еще или идти на в церковь мы же друг другу верим поэтому у нас вот такой вот брак на самом деле этот брак означает что мы друг другу не верим и и причина такого брака только одна что люди ну как бы женится потому что одиноко они думают что может быть я себе и получше найду причем обоюдно или один хочет все-таки жениться но не прилагает достаточно усилий потому что ему тоже неприятно что почему это я должен биться за отношения если он не бьется и заканчивается это все означает безразличие безразличные люди чаще друг другу даже иногда люди женятся тоже безразличны друг другу просто мы делаем вид что мы друг другу нужны и все это не значит что мы нужны друг другу как вы думаете в какой ситуации это проверяется классика когда это проверяется четко и ясно становится классика жанр давайте перечислим несколько ситуаций когда человек сильно тяжело заболевает близкий человек чем победу не жди вот второй случай это другое это другое дети рождаются это другое второй случай это влюбился в кого-то близкий человек влюбился в кого-то чувства сильные вспыхнули до свидания все с тобой у нас все закончено все это свидание причем до свидания происходит очень быстро без всяких проблем просто до свидания все дальше какие случаи а теряет работу трудности в жизни совместные людям трудно вместе жить тоже до свидания будем жить раздельно все ну понимаете из не было никаких отношений просто не было хоть и казалось что они были то что отношения же в сердцах развиваются они нет не то что отношения означает что нам хорошо друг с другом это не отношение это взаимодействие чувств просто сердце глубже чем чувство стоит и так безразличные люди это неверующие люди неверующие люди большинство людей сейчас живет в нашем обществе неверующие и поэтому создать сердечные отношения невозможно нет внутренней жизни нет настройки правильно человек не настраивается на то чтобы побеждать вот это все грязь в сердце не выскребает каждый день надо выскребать грязь в сердце вот я допустим сегодня когда молился с утра я почувствовал что сегодня тяжелый день и мне будет трудно установить контакт с вами будет такое чувство как будто вы чего-то не дослышиваете такое чувство как между нами будет какая-то стеночка сегодня как вчера чувствуете нет это стеночку небольшую чувствуете ну вот это и есть стеночка видите то есть я виноват это все нормально дальше следующий тип людей люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни начали заниматься духовной практикой и когда люди начинают заниматься духовной практикой происходит такой интересный феномен так как сознание человека не переключилась еще на внутреннюю жизнь но человек уже понял какие идеалы у него есть в жизни какие у него идеалы хочу жить с верующим человеком хочу жить среди верующих людей хочу благородного общения хочу чтобы люди честно вели себя по отношению ко мне то не изменяли там не делали то они делали все смотрите то есть что это означает что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди, которые постоянно долбают всех своей верой. Допустим, я бросил пить. Бросил пить, хорошо, молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже со страданием относишься, не с злобой относишься к тем, кто пьет, а со страданием, потому что чувствуешь их боль. Почему они пьют? Потому что им больно, тяжело жить, поэтому они пьют. Но сначала злоба. Почему? Потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни, поэтому я на него злюсь. Я не пью, он пьет, гад. Видите, это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина, которая ненавидит свой мужа, который пьет, она никогда не извыйдет из этой ситуации. Потому что она не настроена на внутреннюю жизнь. Она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни. И такие люди, они имеют идею в жизни. Это идейные люди. Идейные люди, которые всех долбают своей идеей. Потому что настоящие верующие люди, они не трогают никого. Они над собой работают. Вот что должна женщина сделать своим сердцем, чтобы муж не пил? Она должна его принять, каким он есть. Надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить. Прими вот мужа, какой есть. Сразу возникает вопрос, а почему-то я должна его таким принимать? Потому что в этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливости. Вот что положено мне по судьбе, то и получила. И вот прими это все. Это объем работы. Вот прими свой объем работы. И начиная с первой ступеньки. Начни с принятия этого человека. Как только примешь, он уже расслабится. Он уже почувствует сразу совесть. Вот как только ты приняла этого человека, у него совесть сразу же проснется. Ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе. Понимаете? Вот чувствуете, о чем я говорю? Вот приняла девушка, женщина, приняла свой муж. Он приходит пьяный. Она говорит, пойдем, мой хороший. Опять произошло, да? Ну ничего страшного. Пойдем. Давай спать, ложись. Не бойся, штанишки я постираю. Все, описался. Ну ничего страшного. Давай, ложись. Что, опять писать хочешь? Ну сейчас принесу тебе бутылочку. Давай. Пописи все. Ложись давай. Все, хорошо. О, видите, хорошо. Молодец. Хорошо, отлично. Привыкнуть, сразу возникает страх. А вдруг он, блин, вообще обнаглеет. Всегда, вот это вот и есть, вот это и есть то, что всегда возникает, когда ты начинаешь правильно жить. Это шаг в пропасть, потому что мы не верим в душу. Мы боимся души. Мы думаем, что он обнаглеет. Сначала он расслабится, естественно. Первый эффект расслабления от такого отношения. Но он будет вам благодарен параллельно, что вы его поняли, что вы приняли его боль. Дальше какой будет следующий этап? Как только он почувствует вас комфортно рядом с вами, и когда он выпивает, вы можете уже его воспитывать. Если вы будете ему, когда он отрезвеет, говорить, мой хороший, я готова заботиться о тебе всегда, когда ты выпиваешь. Ну может, давай попробуем бросить пить. Давай попробуем. Нам же тяжело в таком состоянии жить вместе. Давай попробуем бросить. Не ты попробуй бросить, а давай мы попробуем бросить. А? А он считает, почему, что это нормально. Вы сейчас приняли его или нет? Я вот вас принял такой агрессивный по отношению к мужу. А вы приняли его или нет? Ну, моя хорошая, дышите глубже. Давайте будем принимать. Вы приняли, нет? Ну давайте, ну. Вспомните святого человека. Это живые. Это вы с прошлой жизни. Вы себя не принимаете на самом деле, ни его. Вы не понимаете, что ничего случайного не бывает в этом мире. Я вижу вашу прошлую жизнь. Я вижу вот похожую очень ситуацию. Вы не принимаете себя на самом деле. Примите вашу прошлую жизнь. Одна женщина ко мне подошла с мужем с таким. Говорит, Олег Геннадьевич, вы можете мне рассказать про прошлую жизнь? Я говорю, могу. Вот смотри. Твоя прошлая жизнь. Она сразу опа узнала о себе в прошлой жизни. Откровение получила. Вы получили откровение сейчас, нет? А, он хороший все-таки. Нормальный. А, ну у вас в прошлой жизни нормально, значит. То есть принятие пошло, да? То есть он нормально, он не пьянствует. Ну, а? Переживаете, что он сопьет? Значит, сопьется. Вы переживаете, что он сопьется? Значит, сопьется. Когда мать провожает ребенка в армию, говорит ребенок. Мой сынок, я так боюсь, что тебя там прибьют. Значит, прибьют. Доктор, а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом? Значит, отрежет. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Как солдаты меня мать провожала, Тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Слабость, видите, слабость. Не хочу работать. Просто надо, чтобы этого события не было. Не хочу трудиться. Хотите? Как трудиться? Принятие. Принятие. Я понимаю вас. Ну, старайтесь дальше. Продолжайте. Я тоже вас сейчас принимаю, стараюсь. Нам будем тяжело. Мы стараемся с вами. Мне тоже тяжело вас принять. Я пока не верю, что вы сможете сделать так, чтобы он бросил пить. Но я стараюсь. Это называется внутренняя жизнь. Понятно, да? А? Категорическая несовместимость. У вас категорическая несовместимость. Сейчас немножко поработаем над собой. Будет совместимость уже. А? А почему вы меня спрашиваете об этом? А? Но если вы спрашиваете меня об этом, значит у вас с кем-то есть такое чувство. Человек не может спрашивать, когда нет темы. Потому что вопрос у вас какой? Эмоциональный. Значает, переживаете вы об этом. А другие переживаете? А? У нее с вами несовместимость. У вас с ней есть совместимость, а у нее с вами несовместимость. Так? Несовместимость бывает. Но если по астрологии несовместимость, полная несовместимость, люди не будут любить друг друга просто и все. Ну, не будет притяжения совсем никакого, не будет возможности быть вместе, не будет симпатии. Мы же сердцем все чувствуем, а не гороскопом. А? Ну, все тогда, чего вы переживаете? Я знаю одного астролога, он очень сильно искал в себе абсолютную совместимость, нашел девушку с очень высочайшей степенью совместимости. Все планеты совпадают, все супер. Делай предложение, две недели пожили, переругались, разошлись. Другой пример. Один мужчина полюбил девушку, в Индии это был классический такой пример. И так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой, он сначала сходил к своему астрологу и увидел, что несовместимость сильная по гороскопу. Он взял, поменял себе дату рождения, поменял паспорт, все это сделал, поменял паспорт, дату рождения и сделал хорошую совместимость. Потом прожили они где-то 20 лет вместе, сначала было трудно, они все это пережили, ну и как бы у них счастливая семья уже, победили судьбу. И она ему говорит, вот если бы у нас была несовместимость, тогда бы мы, наверное, расстались с тобой, а так мы с тобой вместе. И он показал ей свою дату рождения настоящую. После этого. Сказал, у нас вот именно такая как раз несовместимость, как ты говоришь, но мы живем вместе. А? Конечно, почему они не останутся? Что, гороскоп сильнее отношений, что ли? А? Что? Думала мужчина, что за чертовщина, да? Пошла я за водой, вызвался черт мыть за мной. Думала мужчина, что за чертовщина. Вы очень поверхностно воспринимаете отношения между людьми. Это важно. Да. Да, про не истинные чувства, а сердечные чувства. Вы про истинные чувства сейчас понимаете секс. А я говорю про просто чувства сердечные. Благородство. Нет, вы не выразились неправильно, вы так чувствуете. Да. Вам надо поменять это чувство. Вот. Смотрите. Когда люди встречаются, они и смотреть должны на благородство человека, на его духовное развитие, на его правильность мотивов в отношениях. И многие-многие эти вещи указывают на совместимость. Гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае. Вот когда у нас, мы на дискотеке встретились, вот тогда может быть и несовместимость. Потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп, а половая совместимость, она не на первом месте стоит в этих вопросах. Понимаете? Она тоже имеет значение, но не такое большое. Она тоже имеет значение, но не такое. Что такое положение?